Я редко матерюсь, но сегодня, видимо, тот самый день, мать его, власти решили не тушить пожары в Сибири из-за экономической нецелесообразности. Слушайте, вся страна на уши встала, когда два года назад губернатор Красноярского края сказал, мы не тушим тайгу, потому что тушить нецелесообразно. Ни хрена не изменилось. Ни Путин с ним не поговорил, никто с ним, все нормально. Народ в бешенстве, в ярости, как это так? Наше национальное достояние, наша сибирская природа, наша сибирская тайга? Не-не, ребят, вы что? Ну что вы? Нецелесообразно, вам же объясняют, умные люди вам объясняют. Я все жду, когда появится новость, что российская авиационная техника, которая специализируется на лесных пожарах, полетит тушить какую-нибудь Турцию, Кипр или Грецию. Давайте почитаем, что ж тут пишут. Тайга-Ипфо пишет об этом со ссылкой на Федеральное агентство лесного хозяйства ФБУ авиалесоохрана. Тушить не будут леса в зоне осуществления лесоавиационных работ и в труднодоступных и удаленных участках. Если пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, бороться с ними также не будут. Пожары в Якутии на площади почти 6 тысяч гектар, в Магаданской области 2 200 тысяч гектар, в Чукотском автономном округе 22 тысячи гектар, в Красноярском крае 5 600 гектар леса. Власть тушить не собирается. Согласно отчету, за последние сутки площадь лесных пожаров в Бурятии и Забайкале увеличилась с 15 тысяч до 16,5 тысяч гектар, в Якутии на 23,8 тысяч гектар, на Чукотке более чем на 36 тысяч гектар. И пик ожидается через месяц. Дорогие друзья, Эта система показывает свою полную неспособность справиться с такой элементарной проблемой, как тушение лесных пожаров. Сравните, сколько было лесных пожаров в Советском Союзе и сколько их происходит сейчас. Вроде даже деньги были выделены, но ничего не изменилось. Вроде даже каких-то там чиновников мелкого, конечно, уровня сменили, но ничего не поменялось. А в чем дело такое у нас? Какая может быть экономическая нецелесообразность? У нас в бюджете денег. Многие триллионы лежат без движения. У вас с рекордных лесных пожаров прошло три года. В 19-м году, в 21-м, в 22-м году колоссальные лесные пожары. Что вы делали за это время? Ничего. Ничего не сделано. Вторая экологическая история, которую хочется с вами поделиться, которую хочется обсудить. Информация требует проверки, но она крайне интересна. Цитата. Вам нужны цифры? Хорошо. Последний тест воды, дождевой. Тест дождя. 13100 микрограммов алюминия на литр дождевой воды в 13-м году. В норме он должен быть равен нулю. Так что 13100 – это чертовски много, друзья. Раньше было ноль. В нулевых годах это были 100 единиц, затем с 2010 года – 1000 единиц и последнее значение – 13100 единиц. В снегу горы Шаста, нетронутой горы Шаста, на высоте 8000 фунтов, 61 тысяча микрограммов на литр. В 4 раза больше, чем в почве. Откуда, черт возьми, берется эта дрянь? PH кислотных подошв в 20 раз больше алкалина. За последние 20 лет содержание алюминия в почве удвоилось. Алюминий блокирует необходимые питательные вещества. Я не могу в своем саду восстановить нормальный PH. И все потому, что наночастицы теперь находятся в кровеносных системах как растений, так и людей. Эта информация требует проверки, но знаете, всегда, когда мне рассказывают про химтрейлы, я говорю, ну проведите исследование, проведите испытание. Если химтрейл распыляют над вашим городом, значит, весь город покрыт какой-то химии. Сделайте смывы, просто на подоконник подойдите к подоконнику или к любой другой поверхности плоской, ваточкой стерильной, смойте это все, на ватке это все останется, сдайте ватку на экспертизу, и пусть вам расскажут, что в этой ватке есть. Теперь понятно, друзья, если над вашими населенными пунктами постоянно летают какие-то странные самолеты, и вы видите эти химтрейлы, эти полосы, и вы верите, что химтрейлы это какой-то вред, сдайте на анализ, дождевую воду или смывы сделайте, узнайте, как это делать правильно в ближайшей лаборатории, пусть они проверяют именно алюминий и другие металлы. какое количество алюминия, возможно, железа, возможно, еще каких-то элементов содержатся в том, что вам удастся собрать, например, в дождевой воде. Возможно, химтрейлы не особо пытаются повлиять на, не знаю, там, заболеваемость раком или какие-то еще вещи, поэтому их не так легко обнаружить. Возможно, они просто видоизменяют почву, чтобы в дальнейшем на этой почве можно было выращивать только продукцию генномодифицированных семян конкретных компаний, конкретных корпораций. Возможно, в этом логика, возможно, в этом цель. Но если задуматься, это как раз версия, она может иметь отношение к действительности. То есть рассказы про то, что какие-то яды распыляют самолетов, ну, друзья, это очень неправдоподобно звучит. Очень неправдоподобно. Любой анализ это бы легко показал. А вот если они распыляют просто алюминий, а в вашем районе, где в вашем населенном пункте нет никакого производства, связанного с алюминием, нет какого-нибудь там фрезеровочного цеха или полировочного цеха, где может эта пыль образовываться, а все равно в воздухе, дождевой воде и смывах есть большое количество алюминия, это заставляет задуматься. Это может быть удар, в первую очередь, по сельскому хозяйству, и уже через продукты питания алюминий попадает в избыточных количествах в организм людей. Министерство природных ресурсов Краснодарского края предложило руководству федеральной территории Сириус отказаться от планов расширения за счет участков природного орнитологического парка в Амеретинской низменности. В конце прошлой недели стало известно, что в Сириусе будет создан Центр подготовки футбольных сборных России, для чего требуются дополнительные площади. Я сейчас про себя проговорю все матерные слова, которые чуть было не срываются с моего языка. Вдумайтесь. Сириус — это детский лагерь. Это специальное место, где самые талантливые и выдающиеся дети нашей страны могут собраться, могут получить образование, пообщаться с какими-то преподавателями, профессорами, сделать научные исследования, проекты, все что угодно. Сириус получил статус особой федеральной территории. Она подчиняется не Краснодарскому краю, она подчиняется именно местным властям, в конце концов, которые выходят прямо непосредственно в федеральный уровень. То есть Москва контролирует этот Сириус. Причем здесь футбольные сборные России. Детишки, которых мы там будем учить, нуждаются, чтобы ради них уничтожили кусок орнитологического парка. Этим сволочам нельзя доверить ничего. Ни детей, ни особо охраняемой природной территории, как этот орнитологический парк. Но это просто разрушители всего, что только есть под рукой. Дизельное масло больше не производится из-за отсутствия присадок. Дизельное масло для тракторов, грузовиков, дизельных поездов и тому подобное больше не производится. Проблема в отсутствии присадок к дизельному маслу. В мире только два основных производителя присадок к такому маслу. У этих компаний присадок больше нет. В ближайшее время, когда они смогут возобновить производство присадок, это только через год. Это скажется на производстве зерна и других сельскохозяйственных продуктов, а также встанут перевозки во многих странах. Максимальный репост. О боже, надо срочно спасать присадки. Друзья, краткий ликбез. Что такое вообще присадки? Вы качаете из земли нефть. Это смесь углеводородов. То есть вещества, которые состоят из углерода С и водорода H. Например, октановое число бензина. С8, H18. Это октан. Формула октана. Если в нефтепродукте 80% октана, то это бензин АИ-80. Если 92% октана, то это АИ-92. Бензин 92. Если 95%, то октановое число 95. Соответственно, ваш бензин 95. То есть у вас есть какая-то жидкость, которая при сгорании превратится в углекислый газ СО2. Углекислый газ, который растения очень любят. Они его используют и растут. Углекислый газ – это вполне себе нормальное вещество. Или водяной пар H2O, С, H, углероды в СО2, водороды в водяной пар. Если вы видите, машина зимой, например, завелась, и вот это белый дымок пошел. Это водяной пар выходит. Все нормально, это никакой не яд. Откуда же берутся яды? Первое. Если сгорание в двигателе происходит не полностью, как-то неправильно. Может быть, неправильно настроены свечи. Может быть, сам двигатель плохо спроектирован. Может быть, надо набрать какую-то скорость этому двигателю. Вместо углекислого газа могут выделяться сажа, угарный газ. Или какие-то вообще омерзительные штуки, типа бензопирена, в общем, ядовитые штуки. Что такое присадки? Причем здесь присадки? А можно взять самый дешевый бензин, какую-нибудь вообще чепуху, даже не 80-й бензин, а 70-й бензин, сыпануть в него некое вещество, и этот бензин будет по ряду тестов вести себя, как будто это 92-й. Вы можете взять низкопробное отстойное топливо, сыпануть в него специальных химикатов, и эта штука будет, это улучшит топливо, и главное, оно сделает его дороже. Есть одна проблема. Когда топливо будет сгорать в баке, вот эти химикаты, они тоже будут сгорать. Присадки для топлива – это в основном производные металлов. Например, свинца, кадмия, ртути, железо и много чего еще. И когда эти присадки сгорают, свинец, железо, кадмий, марганец, хром вылетают в атмосферу, и все окружающие люди дышат этим. Вот это уже яды. То есть бензин в хорошо отлаженном двигателе, сделанный из обычной нефти, это в принципе для экологии почти безвредная штука. Но в современном капиталистическом обществе, когда можно сэкономить на двигателе, когда можно сэкономить на научно-исследовательских разработках по улучшению качества топлива, когда можно дешевый бензин продавать под видом очень дорогого, просто сыпанув в него пакетик порошка, мы дышим с вами ядовитейшими производными тяжелых металлов. Если сейчас присадки перестали производить, так это счастье. Начните производить нормальное топливо. Вы хотите сказать, что дизельное топливо, дизельное масло у нас не могут производить без вот этого всего? Да ладно! Что-то мне подсказывает, что в Советском Союзе трактора и комбайны работали вполне нормально без этих иностранных присадок. Друг и товарищ Григорий присылает свое интересное, я не побоюсь этого слова, расследование. История, честно говоря, просто шок. Вышел я погулять в поле недалеко от своего дома, и сразу еще издалека увидел вот это. Просто огромная куча мусора, которая лежит себе посреди сухой травы. Ну, я, разумеется, подошел туда, и меня это так возмутило, что я решил поближе все это дело рассмотреть. И понимаете, ладно бы тут был какой-то негорючий шифер или же куски кирпичей, но вы только посмотрите, коробки, бумага, ветки, лопатка для упорки снега, канистры из-под автомобильного масла. Ну, я вообще человек не гордый, решил поискать в этой куче какие-нибудь подсказки, которые бы указали на то, чего мелочится животное, которое это все сюда вывалило. И посмотрите, оказывается, что я не... Эти кретины даже фрагменты документов выкинули вместе со всем этим мусором. Ну, это реально, это животные. Это люди, развитие которых остановилось где-то на том уровне. Я, конечно, люблю животных, я за защиту животных. Это не говорит о том, что я предлагаю этих людей там направо и налево расстреливать, но то, что это позорище, это мягко сказано. Не зря стал копаться. Вот это целая куча квитанций одной очень интересной специфической организации. Таллицкое отделение ВДПО. Всероссийское добровольное пожарное общество. Да, друзья, лопатки для уборки снега, пломбы с огнетушителей. Видимо, какое-то имеют отношение к Всероссийскому пожарному обществу. Ну, я, конечно, подумал, ну, мало ли у кого могла оказаться целая кипа квитанций ВДПО. Мало ли, всякое бывает. Начинаю смотреть мусор дальше и вижу кучу пломб, шлангов и наклеек от огнетушителей. Как вы думаете, это может быть совпадением? Как вы думаете, кто это мог сюда притащить? Могли все эти квитанции, наклейки, пломбы и шланги от огнетушителей указывать на то, что их сюда, на поле с сухой травой, выбросила организация, которая должна защищать нас от пожаров и которая находится через улицу от этого самого поля. Вот, понимаете, просто сотрудники решили устроить небольшую весеннюю уборочку у себя в офисе, да, и проявили исключительную наглость, тупость, скотство и просто непрофессионализм. Эти люди, они как бы думают, что они могут вот так вот безнаказанно подвергать других людей и их имущество опасности. Одна сигарета, я думаю, это очевидно, брошенная в эту кучу мусора, может привести к страшным последствиям. Спасибо вам, Таллицкое отделение Всероссийской добровольной пожарной организации. Добровольная пожарная организация. Ну, в общем, друзья, я думаю, здесь комментарии излишни. Разгадка химтрейлов, пожары тушить нецелесообразно. Вот эти вот новости, присадки дизельные, красота, да и только. Надеюсь на вашу активность в комментариях. Это крайне серьезно помогает распространению информации. Пожалуйста, пишите, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на канал. Вместе мы села, вместе мы обязательно победим. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!